Халатность управляющей компанией лишает благ цивилизации. Второй день подряд страдает оптоволокно, по которому к нам в офис заходит интернет. Если вчера все было похоже на неудавшуюся шутку, кабель просто перерезали, то сегодня все больше напоминает диверсию против телеканала. Сегодня утащили несколько десятков метров оптоволокна, который идет через чердачное помещение на Октябрьской 21. Причем второй день подряд из целого пучка проводов страдает лишь наш. Второй день подряд мы остаемся без интернета. Обрезали снова кабель, причем вчера его просто обрезали, а сегодня утащили аж 50 метров этого самого кабеля. Телеканал ЭТВ подозревает в этом управляющую компанию Эталон-С, депутата Сергея Супони. Почему? Потому что только управляющая компания знает, где и чей кабель проходит в доме. И очень странно, что два дня подряд только мы остаемся без интернета. Правоохранительные органы уже разбираются, все заактировано и уже ищут любителя оптоволоконных кабелей. Понятно, что вряд ли сами сотрудники управляшки или Сергей Супони резали кабель. Вина обслуживающей организации здесь хотя бы в том, что чердачное помещение не закрывалось на ключ и находится до сих пор в свободном доступе для всех. Впрочем, неудивительно. Эталон-С депутата Сергея Супони – худшая управляющая компания. Причем это решение муниципальной жилищной инспекции, официально озвученное в мэрии города. В общественной палате и ОНФ поразились тому, как одна организация может собрать жалоб в несколько раз больше, чем у остальных компаний в этом антирейтинге. Общественники поговорили с жителями ПВЗ и своими глазами увидели, в каких условиях живут тысячи горожан. Продолжит Илья Балханов. Антисендария ужасная, то есть бьет в нос, глаза слезятся. Ну, видимо, поэтому жители-то и все нараспашку открывают. Эти слова общественников описывают большинство домов на ПВЗ. Тут гадалки не ходи, чтобы понять – здание никто не обслуживает. Но это на практике. Однако в теории Эталон-С обязан беречь дома, как зеницу ока. Недлежащая работа и управляющая компания. Вообще похоже, что управляющая компания здесь как-то участвует в обслуживании этого дома? По-моему, нет. Угроза жизни и здоровья у детей, потому что везде валяются осколки от разбитых бутылок, всякие какие-то шприцы и все, что можно только тут найти. В Супони ходили, он даже… Ни калидор не общий, ничего. Мы этот раз деньги собирали, сами билили калидоры, красили. Полы там вообще провалены у нас, сами все делаем. Логика депутата горсовета Сергея Супони – если жители справляются сами, то и лезть не стоит. В ходе рейда недовольные горожане сразу же писали жалобы в муниципальную жилищную инспекцию, чтобы хоть как-то привлечь Эталон к работе. Калидору тут, собственно, не берется, нет никакого порядка. Здесь полы все провалены, никто ничего не делает. Дома настолько запущены, что несут прямую угрозу жизням людей. Любой ребенок, даже любой человек, он может упасть туда, споткнуться и все. Высота очень большая, то есть третий этаж, то есть летальный исход. Ну, либо человек останется инвалидом. И это все не считая мусора, граффити и трещин на стенах. Общественники, мягко говоря, остались в шоке от увиденного и намерены обратиться в надзорные органы. Детей бы я туда вообще не пускал бы даже. У меня большое желание сейчас пойти и свою одежду всю отдать, химчистку, то есть и, соответственно, обувь всю продезинфицировать. По результатам нашего рейда, общероссийский народный фронт обратится в муниципальную жилищную инспекцию о проведении внеплановой проверки по данным фактам. По выявленным нарушениям будет проведена проверка в отношении управляющих организаций и будет выдано предписание об устранении данных нарушений. У эталона нет выбора. В любом случае управляшке придется раскошелиться, либо устранить все нарушения, либо платить штрафы за неисполнение предписаний. Во что решит вложиться депутат Супоня, мы скоро выясним. Но зная привычку эталона наплевательски относиться к предписаниям, тут и ванга не нужна. Илья Балханов, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ. Субтитры создавал DimaTorzok